Сегодня говорим про веб-формы, говорим немножко раньше, чем положено, потому что на следующем занятии у вас вообще-то уже РК. И к текущему моменту мы прошли почти треть курса. На следующем занятии мы будем от вас ожидать некую оболочку вашего проекта, которая будет включать в том числе и формы. Как минимум форму логина, хорошо быть форму регистрации. Говорить о том, что такое формы, я думаю, не надо. Поэтому на этой лекции мы познакомимся очень кратенько, все-таки на всякий случай. Мы, опять же, должны давать все-таки информацию в полном объеме. Мы поговорим, что такое форма, где вы можете их увидеть, для чего они используются, насколько велика их роль в вебе. Поговорим о том, как выглядит форма с точки зрения HTML-верстальщика, с точки зрения HTML-движка браузера. Пообщаемся на тему, как же с JS работать с формами. Как форма сообщает нам, как программистам, что с ней происходит. И главный, наиболее интересный вопрос сегодняшней лекции, на мой взгляд, это как проконтролировать валидность данных, указанных пользователем в форме. Валидация. Здесь я сделал небольшое изменение по сравнению с прошлым семестром. Когда я в прошлый раз упомянул, что есть такая штука HTML5-валидация, и вообще-то вы делаете учебный проект, и, следовательно, показываете на ARK и на защите его в любом браузере, в котором захотите, все бодренько сказали, окей, мы будем пользоваться HTML5, CSS3 на полную катушку, и в формах в том числе. И сделаем HTML5-валидацию. Посему в этом семестре я расскажу подробно, какие возможности у нас есть, чего нас ждет, и чего мы не можем на текущий момент делать. И, как следствие, если вы выбираете при выполнении DZ в своих формочках валидацию с помощью последних API HTML5, то уже хотелось бы увидеть что-то из того, о чем мы сегодня пообщаемся. После этого расскажем, собственно, как форма помогает нам в общении с сервером, какими способами можно данные из формы доставить на сервер, что из них удобно, что неудобно, что используется. Ну, я постарался как можно больше практики в эту часть включить. И в конце, если останется время, посмотрим интересный пример, все варианты input of HTML5, что нам на текущий момент он позволяет делать. И немножко поговорим о тех UX-особенностях форм, которые лежат в компетенции фронт-центра-сработчика. Естественно, мы вас здесь не учим и не можем научить какому-то дизайну, но современная разработка такова, что фронт-эндер в состоянии принимать UX-решения в каком-то ограниченном диапазоне, вплоть до того, что может в какие-то моменты и не оставить в известность ни менеджеров, ни дизайнеров. Ну, окей. Итого простая и несколько скучная часть. Всеми любимые определения, да, все студенты прям обожают определения. Форму, я думаю, все отличат, да? Самая популярная форма в вебе – это вот. Ну, вот что-то в этом роде. С формы начинаются большинство приложений, формами они продолжаются, иногда и заканчиваются. Наш пример – почта и регистрация, и форма логина, а главное – написание письма – все это форма. Интернет-магазин, e-commerce, ну, самая сложная часть всего интернет-магазина, любого интернет-магазина – это вот эта штука. Страница чекаута, страница создания заказа. Опять же, абсолютно уверен, что в подавляющем большинстве интернет-магазинов чекаут – это форма. Я привел определение из последней спецификации HTML, HTML5, что такое форма. Оно у вас, я думаю, тоже на экранах. Интереснее всего в этом определении то, что в текущей спецификации уже говорится о новых элементах формы. То есть это больше не текстовые поля, радиокнопочки и чекбоксики, а еще и какие-то специфичные поля для выбора даты, цвета, телефона, интервала или чего-то в этом роде. Обо всем этом мы будем говорить. Ко всему этому у нас ведет спецификация и ее поддержка в современных браузерах. Если спросить у Википедии, что такое форма, то она нам ответит по-русски, за что ей, наверное, большое спасибо. В целом, определение опять же на экранах. Ну, глядишь, мало ли, когда-нибудь кому-нибудь и пригодится. Наша главная страница и, как следствие, целых две формы – поиск и логин в почту. И самая популярная форма в интернете. Кстати, я уверен, что однажды мы сможем поменять предыдущий слайд этот местами и сказать, что самый популярный был тот, а это просто интересное. Кстати, кому скучновато слушать про верстку, это время можете потратить на изучение в инспекторе вот этой странички, гугла. Ну, действительно интересно, потом можем пообщаться, какие особенности там увидели, что у них не как у всех и почему так. Ну, там действительно есть на что посмотреть, инлайн-стиле, какие-то куски JS, абсолютно странная, неадекватная, на первый взгляд, верстка. Но ребята над своей главной заморачиваются по полной. Ну что ж, мы перейдем, спустимся на землю и расскажем о базовых элементах формы, из чего она состоит. По сути, с точки зрения верстальщика форма – это тег, это тег форм. Все, что про него надо знать, что внутри этого тега форм ни в коем случае никогда не может быть другого тега форм. Так повелось со времен появления этого элемента в спецификации. Сделано это для того, чтобы дать браузеру возможность однозначно понимать, что же, собственно, сейчас будет отправлено на сервер при субмите этой формы. И не исключает интересных особенностей, как, например, хорошо известная разработчикам стека .NET штуковина с веб-формс, когда любая страница – это одна большая форма сразу после боди. Соответственно, создание виджета того же логина, вот, пример, с нашей главной страницы становится физически невозможно. Средствами чистого HTML формы вкладывать нельзя. Итак, мы попробуем создать самую простую форму. По задумке это форма заказа пиццы. Начнем с банального инпута. Инпут – самый простой элемент формы – это текстовое поле, однострочное. Туда пользователь может ввести любой произвольный текст клавиатуры. На слайде видно, что инпут обернут в специфичный тег лейбл с тем же успехом. Подписать этот инпут можно в любом теге – в спании, в диве, да хоть в тейбл, тейбл цели. Но описывается он всегда в лейбле из-за того, что все браузеры, абсолютно все, достаточно давно поддерживают замечательное поведение, которое вот в такой компоновке позволит установить фокус в инпут по клику на текст, находящийся в инпуте. Поэтому его и оборачивают. Зачастую нам не надо так делать, нам неинтересно оборачивать инпут в лейбл из особенностей верстки, поэтому мы можем связать подпись к полю и само поле с помощью атрибутов for и, соответственно, id. В принципе, здесь, на этой страничке, есть две демки. Первая – это достаточно сложная форма, состоящая из абсолютно стандартных элементов, полностью валидная с точки зрения HTML5. Вторая – это два селекта. Давайте откроем у себя первую и посмотрим в инспекторе, что же может представлять из себя форма. Ну, я бы предложил обратить внимание в первую очередь на радиокнопки. Всем хорошо известные кругляшки, в которые можно отметить единственным выбором. Интересно то, что этот элемент – это все тот же инпут. Меняется лишь его тип. Стандартных и повсеместно используемых типов три – это текст, это radio и это checkbox. Соответственно, radio кругленькие с возможностью выбрать только один в группе, checkbox квадратненькие с возможностью отметить сколько угодно. Если атрибут type не указать вообще, получим все то же текстовое поле. Видно, что radio и checkbox объединены в группы. Это делается с помощью, опять же, специфичного тега fieldset. У него есть легенда. По коду в инспекторе вы вполне можете понять принципы работы. Стоит лишь сказать, что легенда fieldset – это нечто сопоставимое с лейблом для обычного инпута. В конце формы есть обязательный элемент. Кстати, кто знает, без чего ни одна форма работать точно не будет. Да, действительно, стоит всегда добавлять кнопку «отправить» из-за особенностей интернет-эксплойера. Да. В принципе, почти любую проблему в вебе можно объяснить этой фразой. «Все так, но и е». Кстати, я сегодня опровергну эту штуку и скажу «все так, если бы не Apple». Так вот, этот самый интернет-эксплойер по Enter вместо того, чтобы соблюдать форму, делает клик по кнопке. Ну, в принципе, логично. Правда, кнопку «отправить» по ней кликаешь, форма отправляется. Вот почему по Enter не сделать клик? Кнопка «отправить» может быть специфично задана тегом «button», а может быть задана все тем же «input»ом, только тип ему стоит изменить на «submit». Допускается, но, правда, уже очень редко в вебе используется, использовать кнопку типа «reset», которая по дефолту очищает заполнение всей формы. Я даже не приводил ее в пример, ну, потому что действительно редко видел такую штуку. Но на заре развития веба было очень популярно и удобно. Сейчас все специфичное поведение делается с помощью JavaScript, и необходимость вот в таких вот HTML-ных стандартных поведениях, ну, на мой взгляд, фактически уже отсутствует. Есть у нас еще один элемент. Хорошо известна всем выпадушечка с разными вариантами. Это select. По большому счету все знают, все используют, но интересен он тем, что мало кто помнит, что select можно сделать с возможностью выбора нескольких значений. Для этого ему нужно добавить property.multiply. На странице с демками была вторая ссылка, подписаны selectы, и там как раз привезен в пример select с возможностью выбора многих значений, и select с возможностью выбора только одного значения. Нет-нет, и бывает, и пригодится. Существуют основные элементы. Хорошо всем известны input и текстерии, куда пользователь вводит текст. Радиокнопки кругленькие, чекбоксы квадратненькие, с возможностью выбрать одного значения или несколько из предложенного в списке. Выпадающие списки selectы с единственной особенностью возможность дать пользователю выбрать несколько вариантов из списка. И кнопки, служащие для отправки или очистки формы. Но одних элементов мало. Форма не будет работать, ее элементы не будут правильно работать без атрибутов. По сути, в спецификации так и написано. Атрибуты — это сущность, необходимая для уточнения или изменения поведения элементов или узлов формы. Самые важные атрибуты принадлежат корневому элементу, самой формы. По сути, их три. Это метод, который служит для указания HTTP глагола, наверное, HTTP метода, с помощью которого форма будет отправлена на сервер при своем дефолтном поведении. Атрибут — ngType. На самом деле, обычный стандартный фронтендер не задумывается об этой штуке. Он идет к своему бэкендеру и спрашивает, слушай, какой тебе выставить ngType? Он говорит, multipart form data или там URL encoded. И ставит. Разница между ними. По сути, он и не нужен. Вот тот, который указан здесь, это дефолт, но не поставить будет такой. Это значит, что пробелы будут заменены… Ну, в общем, все будет закодировано. Вот с этими вот процентами. Но интересный момент, когда надо отправить файл. А так как мы до сих пор в нашем замечательном 2015 году не в состоянии отправить файл на сервер без формы, ну, в серьезном кроссбраузерном проекте, то без ngType multipart form data нам не обойтись. Ну и последнее, необходимое атрибут — это, конечно, экшн. По большому счету, он тоже необязательный. Если он отсутствует, то форма попробует передать данные, находящиеся в ней, на текущий URL. Но с помощью атрибута вы можете явно указать некий серверный endpoint, на который надо засубмитить данные. А вот что будет за ним — PHP, Python или даже JavaScript — это вас уже не сильно-то и беспокоит. Третья демка — это форма с селектами. Давайте я не буду, наверное, рисковать и открывать ее на экране. Просто расскажу, что же там я сделал, а вы у себя посмотрите в инспекторе. Самое важное. Любому узлу формы, будь то input, текстерия, необходимо проставить нейм. Без нейма это просто элемент интерфейса, визуальный. Это некое поле, в которое можно что-то ввести. Как только у поля появляется нейм, данные, находящиеся в нем, можно отправлять на сервер. По большому счету, наличие атрибута нейм позволяет говорить о форме, как о неком хэше, в котором ключами будут значения нейма, а значениями, соответственно, value текущих элементов. Как следствие, следующий необходимый атрибут — это value. С помощью value вы можете заранее пререндерить значения в input или поменять их динамически с помощью JavaScript, о чем чуточку позже. Я сделал один нестандартный HTML5 input, телефон, нет, в room, range. Вот. Сам внизу вы его можете увидеть и, соответственно, посмотреть. Об особенностях. Если делаете группу радиокнопок, у них name должен быть один, value разные. Соответственно, какая кнопка выбрана, тот value улетает на сервер. Если делаете несколько одинаковых неймов, то что происходит с формой? Какой из них отправится на сервер? Браузер отправит всегда все. Ну, по сути, то, о чем я говорил. Type radio. А вот смотрите, видите, у меня здесь стоит type radio, а потом name size. Но name size в кавычках, а type radio нет. Кто-нибудь знает почему? Окей, потому что мы верстаем в HTML, а не в XML. И с точки зрения XML этот код невалидный, а с точки зрения HTML валидный. Разница невелика, но вам повезло, вы можете делать и так, и так. А еще совсем недавно это бы не работало. Про чекбоксы поговорили, и вот он, тайм, о котором я говорил. Все браузеры показывают их по-разному. Мы в конце лекции обязательно посмотрим, как это выглядит, по крайней мере, в последнем хроме. И это очень сильно упрощает жизнь. Зачем здесь этот пример? Да просто за тем, что с появлением HTML5 количество возможных полей выросло очень сильно. И знание о том, как эти поля себя ведут, как они выглядят в разных браузерах и как ими можно пользоваться, плавно перетекло в разряд неких сакральных знаний достаточно квалифицированных фронт-энд-разработчиков. Поэтому сегодняшняя тема, она, с одной стороны, очень простая, как грабли, а с другой стороны нет, потому что есть много новых особенностей, которыми очень хотелось пользоваться, в том числе на мобильных устройствах. Но на текущий момент поддержка крайне разнообразная, и затруднительная в серьезных разбраузерных проектах. Так. Ждет нас разговор о валидации, о JavaScript и о событиях. События, казалось бы, это та же часть домапи, JavaScript домапи, но вынесены в отдельную тему, потому что их много, они разные, и есть на чем заострить внимание. Ну, начнем с простого. Как нам получить из JavaScript доступ к какому-либо элементу формы? Нам надо его заселектить. Вы повсеместно используете jQuery, мы тоже это делаем, но все-таки нативный JavaScript есть нативный, без него никуда, без понимания особенностей языка невозможно пользоваться фреймворками. Поэтому у меня на многих слайдах продублировано одни и те же действия с использованием jQuery, который уже фактически стал отраслевым стандартом, и некого простого выражения на Vanilla.js. Селектить что input, что текстерию, что кнопку, что саму форму можно так же, как любой другой узел дом-дерево. Проще всего это делать с помощью айдишника. Кстати, кто знает, как можно выбрать в браузере элемент, помеченный id, без использования метода getElementById? Вот, никто не знает. Потому что так уже давно никто не делает, но имейте в виду, как только вы вешаете айдишник, в глобальном namespace появляется переменная с таким названием, с таким именем. И просто можете к нему обратиться. Та же история с формами. Как только вы создали одну форму на странице, у вас в глобальном namespace появился объект forms, массив, в котором лежат все ваши формы. Можете пользоваться, если есть необходимость. Если нет, лучше не надо. Явный селект по имени классу или по атрибуту, ну, на мой взгляд, в современном мире предпочтительнее. Ладно, заселектить, заселектили, дальше что можно делать? Самое простое, наиболее распространенное действие, которое выполняется над узлом формы, это изменение значения, изменение value. В принципе, так как написано на строчке 4, можно делать и в javascript, в jQuery коде, потому что поддерживается всеми давно и очень хорошо, а главное, гораздо быстрее, чем jQuery метод, указанный на седьмой или восьмой строке. важно только помнить, важно только помнить, что у текстерии нет атрибута value, что значениями текстерии является просто содержимое этого тега. Но в противовес этого не стоит это значение устанавливать с помощью innerHTML. Поэтому то, как здесь написано, работает одинаково для input, для текстерии и обязательных использований. Интересные особенности. Есть у нас чекбоксы, value которых менять обычно не принято, принято лишь отмечать. Будем мы их передавать на сервер или не будем. Делается это с помощью специального булевого свойства property checked. Пример работы с которым вы видите на экране. И интересно здесь лишь jQuery реализация, потому что нативная, проста, как пять копеек, вы обращаетесь к одноименному свойству объекта JS checked, узнаете, стоит он или нет, и меняете его значение, если есть на то необходимость. Но имейте в виду, когда используете jQuery, если работаете с property, используете prop. Если работаете с атрибутами, используете other. Почему так? Потому что при попытке установить property checked в состоянии true с использованием метода other, вы обязательно должны передать ему значение точно такое же, одноименное атрибут. То есть вы должны установить, utter, checked, checked. Вот. В случае пропа вам достаточно передать бурево значение, сказать true, и property будет установлено. Вы можете поиграться и попробовать другие варианты. Например, поменять checked на, не знаю, на что-нибудь другое. И посмотреть, что будет, а главное, будет ли при этом меняться значение чекбокса и, опять же, в разных браузерах. Вот. Чтобы этим не заниматься, просто запомните, для property есть проб, для атрибута фаттер. С селектами чуть-чуть интереснее. Яваскрипт, дом, точнее, домапи яваскрипт дает возможность разработчику узнать, какой элемент выбран и поменять этот выбор. Делать это можно двумя разными способами. Можно напрямую задавать value, которая нам необходима, а можно менять свойства selected index, в котором лежит индекс, начиная с нуля, выбранного пользователем элемента списка. Если пользователь ничего не выбрал, будет передано минус один. Но тут интересный вопрос. Что делать с multiply select? select, в котором доступны для выбора несколько значений. Если я выберу два и спрошу select at index, как вы думаете, что браузер мне ответит? На самом деле, первое значение тоже долго пребывал в уверенности, что массив и не понимал, почему нет. Ну, select at index можно выбрать два, верни массив. Все будет честно. Потому что меняется тип данных. И, видимо, разработчики решили, что нет, лучше тип данных не менять, а немножко программиста обмануть и вернуть лишь первое значение. Но для multiply есть замечательное свойство selected options, где действительно лежит массив, и вот там уже есть ссылки на дом узлы опций, которые на текущий момент выбраны. Все это можно проверять и не боясь использовать уже после проверки в одном браузере. Давайте вместе откроем эту замечательную демку. с помощью которого надеюсь дать представление о том, как она, форма, сообщает нам о происходящем с ними действии. Что такое JavaScript event? Я думаю, представляют многие. на всякий случай стоит напомнить, наше дом-дерево, наше JavaScript представление HTML в браузере имеет нативную встроенную возможность сообщать как-то о своем изменении. Все это называется ивентами. Можно заселектировать любую ноду и повесить на нее некий обработчик. Обработчик вешается не просто на все события сразу, он вешается на вполне определенные события. Какие самые распространенные события? Это клик. Да, вот, вот, все, абсолютно все отлавливают клики. Можно отлавливать движение мышкой, можно отлавливать submit формы. Собственно, в форме события, на мой взгляд, самые увлекательные, не считая touch события, о чем в конце нашего курса будет говорить Иван. Поэтому справа вы видите список тех событий, на которые я подписан. Я подписан одновременно на два элемента, на всю форму целиком и на ее единственный input. Если событие будет срабатывать, его имя будет зачеркиваться в списке. Ну, для чего это все надо? Надо это в первую очередь для JavaScript валидации. Вам критически необходимо как разработчикам знать, что с формой что-то происходит, что пользователь начал в нее что-то вводить или закончил набрать что-то вводить, что он попробовал отправить эту форму и у него, например, не получилось или вы ему запретили. Что пользователь переключил фокус и своего внимания и фокус как действие в браузере с одного поля на другое. Логика взаимодействия пользователя с формой описывается очень широко и является одной из самых неоднозначных мест в любом UI. Потому что слишком много бизнес-кейсов и слишком всегда нет времени на то, чтобы все их описать в какой-нибудь документации. Ладно, в общем, попробуем. Поставим, попробуем кликнуть в нашу форму. Сработало как минимум три обработчика. Что здесь интересно? Интересно то, что при клике мы действительно, ну, браузер действительно нам сообщил, да, по мне кликнули, я инпут, по мне кликнули. События я в скрипт умеют всплывать, про это поговорить будет отдельный разговор чуть позже про то, как отлавливать эксплытие, откуда оно начинается, где заканчивается и как с этим жить. Важно лишь понимать, что многие события срабатывая на своем элементе дальше идут вверх по дом-дереву и срабатывают на всех его родителях, где их можно отловить. Так вот, клик сработал, это факт. Но здесь видно, что перед кликом сработал фокус. Будете делать валидацию формы, учитывайте, что фокус первый, клик второй. Очень плохо, когда вы ругаетесь сразу же на пустой инпут. Вы поставили фокус в пустой инпут, или вы кликнули по нему, ваш скрипт понял, что инпут пустой, хотя он должен быть заполнен по вашей бизнес-логике, и вы тут же ругнулись. Неверно. Надо дать возможность пользователю что-то ввести, а после этого узнать, подходит под ваши требования результат его действия или не подходит. Для всего этого сделано, во-первых, это дем, во-первых, все-таки сделана HTML-спецификация, во-вторых, это дем. Изменился инпут? Как думаете, если я сейчас что-нибудь введу, увидим ли мы здесь событие change? Скорее всего, нет. Да, это правильно. Событий много, разных, прекрасных, валидация может происходить, да, по-любому из них. Вот. Произошло событие input, произошли события, связанные с нажатием на клавиши, но не случился change. Большинство валидационных, большинство валидационных штук срабатывают по change, но важно помнить, что он происходит только после того, как мы убрали фокус из формы. При этом, опять же, второй нюанс, что blur, то есть событие ухода фокуса с текущего элемента, следует лишь после change, а не до него. На самом деле, учить и помнить все это совершенно необязательно, и в процессе разработки вы всегда с этим сталкиваетесь, на себе проверяете, тестируете, после этого проверяют тестировщики, если они есть, и все как бы прекрасно работает, но когда это помнишь, процесс разработки протекает приятнее и, главное, быстрее. В общем, все вот это вот добро однозначно я оставляю вам на поиграться, обратите внимание, да, события вычеркиваются, все прекрасно. из-за интересных событий. Отменить отправку данных на сервер можно с помощью события, кто умеет верстать? Submit. Я попробую отправить то, что сейчас есть, чудесную букву X, и получу событие submit. Ну, как вы видите, никакой отправки не случилось. В моем коде запрещено стандартное действие. Есть метод у объекта события prevent default, об этом расскажу чуть позже. На текущий момент к текущему дозе важно помнить, что если вы по каким-то причинам решили, что вам отправка не нужна, вы можете это обеспечить средствами JavaScript. Пользователь может сколько угодно нажимать на кнопку отправить, пока вас данные в форме или любое другое условие не устроит, никакого запроса никуда не случится. Здесь я уже привел кнопку reset, о которой говорил, что она не нужна, лишь для того, чтобы показать, что по ней ничего не происходит. Не происходит по ней ничего ровно по той же причине, ну, не очищается input, по той же причине, по которой не происходит отправка формы на сервер. В коде вы можете увидеть, что стандартное поведение запрещено и для ресета, но важно, что мы не видим события, случившегося здесь. Если стандартное поведение разрешить, форма будет очищена. Ну, и самое неоднозначное, на мой взгляд, редко используемое, редко используемое событие в формах, это вот в колонках третьей снизу, соответственно, события вставки, вырезки и, господи, cut, paste и copy. уже по названию понятно, что при попытке что-то скопировать или что-то вставить в текстовое поле мы увидим эти события. Проблема в том, что мы можем лишь наблюдать, что пользователь попробовал что-то вставить. Мы не можем ему это запретить сделать. Мы не можем запретить ему, а главное, мы не понимаем, что он пытается вставить. Точнее, вот так, при попытке что-то вставить мы не можем сказать, эй, нет, постой, давайте вставим что-нибудь другое. Почти во всем остальном доме мы можем управлять интерфейсом так, как посчитаем нужным. Но это одно из немногих исключений. Собственно, давайте посмотрим. При копировании у меня возникает событие копия, при вставке возникает событие пейсд. Ну и, соответственно, кат при попытке что-то удалить. Очистим форму. Поговорим. Я помнил, что об этом надо сказать. Почему? Потому что фокус и блюр крайне важные события для программиста с точки зрения валидации. Абсолютно все UX, UX-статьи специалисты советуют для повышения конверсии любой формы делать онлайн-валидацию. То есть в процессе заполнения формы как-то сообщать пользователю о том, хорошо ли идет этот процесс или наоборот плохо. Без события блюр и фокус это сделать невозможно. Многие программисты считают, что на форме из N элементов совершенно не обязательно держать N обработчиков событий. Достаточно одного, который будет висеть на элементе формы и до которого будут висеть события. Так вот, пример призван показать, что будьте осторожны. Наблюдая за сменой фокуса элементов, не стоит делегировать события самой форме. Они до нее никогда не доплывут. Ну что ж, получилось как-то вот так. Эту демку оставляем вам явно на поиграться. Сейчас предлагаю прерваться минуты так на 5-10, а потом поговорить об HTML5. Так, на предыдущем слайде есть ссылочка «Пример валидации». Вы можете ее открыть. Там ссылка на замечательный ресурс Alistapart и тамошний пример валидации. На мой взгляд, неплохо сделанная форма. Кому не нравится, может открыть регистрацию почты Mail.ru. Она сделана идеально. У вас перед глазами пример валидации большой формы от Alistapart. Можете покликать, посабмитить, пообводить валидных, невалидных данных. HTML валидация. Я говорил, что ваши коллеги из прошлого семестра выбрали ее в качестве основного решения для формирования представления о правильности или неправильности заполненной формы пользователя, поэтому сегодня говорим подробнее. Начнем с простого. Зачем вообще валидировать форму? Кто знает? Нужна защита от SQL-инъекций? Защитись от нее на сервере. На клиенте защита равна нулю. Весь код доступен в браузере, ты можешь поменять что угодно. Защищаться от SQL-инъекций с помощью валидации на JavaScript? По меньшей мере не уважать взломщика. Он скажет, ну, дружище, смотри, как я могу. А вы зря смеетесь, такие примеры есть. И прямо вот такое случается. Люди на Stack Overflow пишут, как же так, я же защитился, почему все равно оно произошло. Вот. Некорректные данные на сервере. Вот наиболее, на мой взгляд, близкий вариант ответа. Но не первый по важности. Ну, это наша с тобой проблема, как разработчиков, что у нас на сервере, да? Но мы все-таки деньги получаем за то, что юзер довольный. Прям вот счастливо. Посему первое требование, которое предъявляется к валидации форм, это облегчить жизнь пользователя. Не запретить ему, а помочь ее заполнить. Ну, или, как говорят в e-commerce, увеличить конверсию формы. Ее легко заполнять. Я сегодня, если честно, утром вот прям несколько UX-видео смотрел на эту тему. Очень советую, кстати, Люк Врублевский, такой есть товарищ. Он очень много про UX-форм говорит. Lukef.com. W-W такая. Вот. Но там именно UX. Вы помогаете пользователю заполнять свою форму регистрации, соответственно, у вас больше регистраций, бизнес счастлив, вы счастливы. Пункт номер два. Не захламлять сервер некорректными данными. Все-таки 99,9% заполнения форм производится честными пользователями. Не взломщиками, а вот просто обычными юзерами. Пример из моей реальной практики. Отсутствовала клиентская валидация формата телефона в интернет-магазине. В одном крупном российском интернет-магазине. Неважно в каком. Казалось бы, ну чего сложного? Ну, поле было необязательным. Ну, заполнил человек с плюс семь или с восемь, десять. Заполнил он домашним телефоном или написал туда неприличное слово. Какая нам после всего этого разница? Разница вскрылась тогда, когда пришел менеджер проекта и сказал, хм, а не сделать ли нам смс-рассылочку по пользователям? Мы сказали, конечно, сделать. Почему бы и нет? Сейчас мы из базы достанем их номера, отправим их в смс-гейт, вы просто нам текст сообщения дадите, и мы все разошлем. Оказалось, нет. Ну, в базе просто такой хлам лежал, такой мусор, в том числе попытки SQL, инъекции и прочее добро. И вычистить это было, ну, прям нереально. Ну, не грохать же прям вот все, да? Писались в регулярке, как-то фильтровалось, хоть руками их пересматриваете, телефоны. И терять данные нехорошо бизнес-каждое, как так, пользователь поделился с нами телефоном, а мы что, его теперь удалим? Из-за того, что он пробелов понаставил? Не гуд. Ради этого используются форматы. Кстати, формат телефона, не его наличие, а именно формат, одна из самых сложных клиентских задач валидации. Именно поддержать единый формат, то есть заставить пользователя возить плюс 7, 9, 2, 5, 145, 52, 0, 9. Да еще желательно так, чтобы это не в строку было, чтобы ему удобно было на это смотреть. За это отвечает так называемый элемент интерфейса маска, маски от input. Его нету в HTML5. Нету, маски нету. Есть просто телефонный номер, он выглядит там по-другому, мы увидим. А та штука, о которой я сейчас сказал, есть реализация на JavaScript. В том числе невероятное какое-то количество jQuery плагинов, и те из вас, у кого в игре вдруг по каким-то причинам может понадобиться номер телефона или если кто-то пилит интернет-магазин, вот юзайте. Прям совет такой железобетонный. Так, помочь пользователю, помочь нашим братьям на серверсайде избавить себя от грязной базы. И, наверное, третий пункт, зачем нам необходима валидация, это все-таки обеспечить полноту данных. Вот был вопрос, зачем вам имя и фамилия, ну вот не знаю, бизнесу надо. Вот чтобы вот это вот надо выполнялось, опять же, валидация. Что важно сказать про валидацию? Важно сказать, что все, о чем мы сейчас говорим, это прекрасно, хорошо, чудесно и очень по-хипстерски, но без коллег серверной стороны ничего не делайте. Ни в коем случае не оставляйте валидацию, реализованную исключительно на клиенте. Они должны друг друга дублировать. Кстати, это очень сложная задача с точки зрения организации труда программиста. То есть, условно говоря, у вас есть набор правил, по которым вы проверяете корректность телефона, корректность e-mail, наличие имени и фамилии, и вы хотите одними и теми же правилами пользоваться и на клиенте, и на сервере. Банальный и широко любимый способ, я бы сказал, вид объектно-ориентированного программирования, который называется копипаста, не всегда подходит. По той причине, что любое изменение надо делать в двух, это в идеале в двух, а в случае, например, с почтой mail.ru в шести местах. Пять интерфейсов и бэкэнд. А еще, когда оказывается, что и бэкэнда три, а не один, то получается совсем какой-то космос. Вот. Расшарить правила. Интересно, останется время, поговорим, как это можно реализовать. Как ни странно, html5 нам в этом поможет. Ну, а пока мы клиентсайдеры и создадим элементарную форму. Так. Создали форму. Как включить html5-валидацию, кто знает? Она включена по умолчанию, правильно. Собственно, мы уже включили html5-валидацию. Ура! Что это? А это как она выглядит в разных браузерах. Первый точно хром. Да. И это главная проблема html5-валидации. Она вот такая. И с этим что-то сделать крайне сложно. Мы всегда можем объяснить менеджеру, ну, это же html5, он будет немножко по-разному выглядеть в разных браузерах, но не все менеджеры слушают наши уговоры. Посему вы в своей игре используете ради бога, в своем стартапе всегда, пожалуйста, пойдете работать куда-то фронтом, ну, столкнетесь с определенным недопониманием со стороны менеджмента и дизайнеров. Из интересных нюансов, во-первых, и е, когда используете вот эту штуку, будьте готовы к тому, что это 10+. Соответственно, ни восьмерка, ни девятка, ни ниже не поддерживается вообще. Валидация в html5, ну, не зря описана в спецификации html. По большому счету управлением, то есть настройкой, заданием каких-то правил, по которым будут валидироваться те или иные поля, происходит именно из html. Происходит оно с помощью атрибутов, ултегов. Прежде всего, это тип. Мы правильно вот замечали тогда, когда рассматривали элементы формы, что есть еще степ, есть еще ограничения min, max, и есть старое и везде работающее ограничение, например, max-land, да, максимальная длина. Это из предыдущей спецификации, но оно все так же работает. Но работа с этим всем добром интересна с точки зрения JavaScript. Для совсем простой формочки ничего сложного. Пометили необходимые поля с помощью реквайд, задали где-то тип e-mail, и довольно запушенный результат в основную ветку. И все, форма как бы валидируется. Но как только начинаются какие-то нюансы, без JS-а никуда. Не скрою, для меня самого было определенным открытием, что уже на текущий момент большинство браузеров предоставляют очень обширное JavaScript API для валидации. И его мы сейчас и рассмотрим. Первое и необходимое всем свойство – это will validate. Любой элемент формы может о себе сообщить, будет он вообще валидироваться или не будет. Соответственно, значение не знаю, да и нет. Не знаю, равносильно нет. Undefined. Чтобы запретить валидацию конкретного элемента, надо его заблокировать. Disabled. Либо отменить валидацию с помощью novalidate, о чем чуточку попозже. Соответственно, валидируются только те элементы, которые могут. Если вы попробуете провалидировать divag или span, вы ничего не увидите. Дальше. Мы можем узнать, меняли ли мы правила валидации для конкретного элемента или не меняли. Делается это все с помощью свойства custom error у некого объекта validity. В этом объекте сосредоточено вот все вот это сакральное знание о правомощности конкретного элемента, но это свойство основное. Если кастомная ошибка задана, значит, да, мы что-то делали. Если нет, то не делали. Соответственно, задать эту ошибку можно с помощью метода set custom validity. помимо этого, в этом объекте есть сведения о ошибке, которую вы задали, несовпадении значения поля паттерну. Ну, я думаю, все программисты и все в курсе, что такое паттерн или regExp. Вы задаете атрибут у input pattern, пишете туда регулярку, если регулярка матч возвращает или тест, наверное, тест. Возвращает true, валидно. Нет, значит, невалидно. Если вы вылезли за указанный вами отрезок допустимых значений сверху, то есть за значение, указанное в атрибуте max, вы увидите range overflow в true. Если вылезли вниз, то range underflow true. если вы ошиблись с указанным шагом, например, задали время с точностью не до 15 минут, как при заказе пиццы в нашей форме, а до 10, увидите ошибку step mismatch. Если превысили допустимое и указанное в атрибуте max land количество символов в input, то увидите ошибку too long. И тут вопрос, вот наверняка многие видели, пишем max land равно 18, начинаем что-то набирать и соответственно на 19 символе ничего не происходит. Как же получить эту ошибку? Если html еще четвертой версии запрещает ввод больше, чем указано в max land. Через JS или сервера, правильно. Всякое бывает. JS вставили, ошиблись, либо после того, как вы, как фронтендер, все-таки разрешили сабмитнуть форму, ваши коллеги на бэкэнде решили, что что-то с ней не так, исклюли инъекции в поле name, вернули ее хорошим правилом с их стороны будет являться, если они вам ее вернут не в первозданном виде, а с теми значениями, которые получили. И вы их заново провалидировали и подсветили, где что не так. Вот в этом случае можно увидеть ошибку too long, если почему-то с бэкэнда прилетело больше, чем указано в вашем MaxLand. Ну и, соответственно, если вы в e-mail ввели телефон, браузеры умные, браузеры скажут, что нет, это не e-mail и скажут вам type mismatch. Если поле отмечено как обязательным, но не заполнено, мы в JS увидим value mismatch и в конечном итоге, чтобы не проверять все вышеописанное, достаточно сделать одну проверку, валид, если true, значит все отлично, с этим полем можно ничего не делать. Ну, соответственно, если false, то начинается подсветка, всплывающие сообщения, хоть алерты, что угодно. Значит, из интересного. Вот на слайде с картинками, где мы пытались угадать, где интернет-эксплорер, приведены дефолтные ошибки заполнения поля по required. То есть вы указали поле обязательным, попытались сабминтнуть, оказалось, что нет. Поле не заполнено, вывалился вот этот вот бабл. В этом бабле написано некое стандартное сообщение, validation message. Обратите внимание, что, во-первых, в разных браузерах это сообщение разное, во-вторых, в опере его нет вообще. То есть вам надо его поставить, если вы собираетесь работать с оперой. Да, в опере мало пользователей, в конце концов, только в СНГ, она считается с основным браузером, а во многих странах за пределами нашего региона ее не относят к числу популярных браузеров и не поддерживают. Ну, это, скорее, не в странах, а в компаниях. Но, так или иначе, она заслуживает отдельного упоминания в разговоре про HTML5-валидацию, хотя бы потому, что первая начала поддерживать эту спецификацию. И уже там с 8-ой или 9-ой версии все импуты можно было делать красивыми. Соответственно, если мы попробовали сабмитнуть, получили какую-то ошибку на каком-то инпуте, да, дефолтное поведение браузера, нам вывалился этот инпут, но хотелось бы узнать еще и из JS, что что-то пошло не так, что с конкретным инпутом произошла беда. Для этих целей спецификация предусматривает событие инвалид. Selected input, подписывайтесь на событие инвалид. Если он становится невалидным, событие файлится, обработчик срабатывает, дальше карты в руки JS-программисту. Интересная особенность спеки состоит в том, что события валид нет. Можно узнавать, что поле стало только невалидным. Когда оно снова стало валидным, мы не знаем. Здесь приведен пример костыля, который служит для того, чтобы узнать, что пользователь в конце концов исправился и ввел наконец-то в поле e-mail, а не телефон. Надо подписаться на событие change и проверить валидность. Ну и, соответственно, вы всегда можете сказать, что что-то пошло не так. Предполагается, что на странице есть два поля пароля при регистрации. Введите пароль и повторите пароль. И основным правилом валидации для такого элемента интерфейса будет являться, естественно, совпадение этих паролей. Мы на JS получаем доступ к value каждого из импутов, сравниваем их, если они не равны, вызываем метод set custom validity, пароли должны совпадать. Видим выпадающий bubble. Так, в конечном итоге мы наигрались и поняли, что нет, не наше. Мы все-таки верстаем форму регистрации для mail.ru и понимаем, что все эти игры с интернет-эксплойером, оперой, мобильными браузерами явно не для нас. Мы все сделаем на JavaScript и нам надо запретить возможность вообще какой-либо HTML валидации. Для этого есть, я всегда думал, что один, оказывается нет. Для этого есть целых два property в HTML. Первый из них novalidate. Вы можете просто взять и выключить валидацию на всей форме. Что интересно, работает и на каждом инпуте в отдельности. То есть, если какой-то инпут валидировать не надо, пожалуйста, ставите ему novalidate и с остальными работаете, как и раньше. Но есть интересная особенность и поддерживается достаточно широко. Более свежая версия спецификации его описывает. Form novalidate. Это property вешается на кнопку сабмита. И вы запросто можете сделать две кнопки. Типа отправить данные и мне повезет, как у Google. Вот это мне повезет, помечаете форм novalidate и данные отправятся как есть. Без какой-либо валидации. То есть, одна и та же форма, но с возможностью включать-выключать валидацию по разному действию пользователя. Все это можно реализовать на JavaScript. Но HTML позволяет это сделать без единой строчки. Ну, прекрасно. Допустим, мы поняли, что какие-то наши инпуты некорректны. Какие-то текстерии заполнены не так, как мы того ожидали. Что же делать? Ну, в первую очередь, конечно, запретить отправку формы. По дефолту HTML5 валидация, включенная HTML5 валидация не будет отправлять форму на сервер, пока не добьется выполнения всех правил, указанных в соответствующих атрибутах. Но хотелось бы еще и пользователю сообщить, что что-то идет не так. Для этого есть два псевдокласса valid и invalid. Соответственно, с помощью этих псевдоклассов вы в CSS можете селектить ваши элементы и менять в них текст, ставить другой outline, как-то подсвечивать, зажигать рядом с ними какие-то сообщения, иконки. Все это есть в примере, который был по ссылочке на демо страничке. Сам bubble, выпадающий набор картинок, который мы видели в начале этой темы, тоже можно кастомизировать. Можно менять фон, цвет, размер. Единственное, но это очень-очень плохо поддерживается браузерами. Условно говоря, в хроме можно пример псевдоэлементов из хрома, можете селектить CSS боббл, его элементы, сообщения и вся спецификация CSS3 в вашем распоряжении. Делайте, что хотите. В других браузерах хуже или нет вообще. Ну ладно, set custom validity, вот это вот все хорошо, домапи, javascript, но все это делает меня грустным, если я html-верстальщик, и мне пообещали валидацию формы без единой строчки JS, а теперь говорят, что мне надо разбираться с каким-то домапи. Разработчики спецификации на нашей стороне, они говорят, бог с тобой золотая рыбка, не хочешь писать я в скрипт, не пиши. Mozilla сделала замечательную возможность использовать атрибут xmos error message, кстати, можете попробовать просто error message, возможно, он уже будет работать в последних версиях Mozilla, к сожалению, не было просто времени проверить. В него пишите любое сообщение, если input становится невалидным, например, не совпадает его тип, пользователь видит bubble с этим сообщением. И все остальные браузеры, которые поддерживают эту спеку, благостно разрешают нам для этих целей пользоваться атрибутом title. Вот это по-настоящему удобно. Title, атрибут крайне распространенный, короткий, писать его удобно, написали туда сообщение, что-то пошло не так, увидели title. Неплохое решение, на мой взгляд. Так, какие трудности у нас существуют? Это, знаете, типа из разряда давайте поговорим о битовых операциях в JavaScript и пустой скрипт. Ну, вот что-то в этом роде. Но здесь слайд не пустой, к большому сожалению. И по-настоящему в продакшн мы этим пользоваться не можем. Первое и самая неприятная особенность. Нет возможности по-человечески задать два правила. У меня есть поле пароля. Я хочу, чтобы оно а, совпадало с другим полем пароля, б, в нем были цифры. Ну, пароль должен быть сложным. Или буквы. Или буквы и цифры там разного регистра. Увы, но нет. На JS без HTML5. Есть всевозможные костыли. Можно брать существующий custom error message, плюсовать, ну, конкатенировать его со следующим. И тогда в бабле вот будет их какой-то список. выглядит весьма так себе. Самый интересный момент. Когда проверять? Это прекрасно. Это просто прекрасно. Казалось бы, в JS все просто. Подписались на сабмит формы, проверили, что все хорошо, и если все хорошо, разрешили сабмитнуть, если нет, запретили отправку формы. И, соответственно, подсветили, что надо. К сожалению, HTML5 валидация это запрещает. Пока форма не валидна, сабмита не произойдет. Соответственно, события события сабмит не сфайлятся, подписаться на него можно, но оно не произойдет никогда. Мало того, два замечательных псевдокласса, валид и инвалид, которые позволяют красненьким и зелененьким подписывать хорошие, правильно заполненные поля и неправильно заполненные поля. они по дефолту. Условно говоря, вы сказали поле required, оно необходимо для заполнения, загрузили страницу, браузер понимает, а, поле пустое, пора подсвечивать его красным. Ну, это не то, чего мы ожидали. Решение есть, но уже в CSS4. Подождем. Когда юзер решил отправить форму? Ну, к сожалению, это то, о чем я только что сказал. Пока форма не заполнена корректно, сабмита не будет. И моя любимая трудность. Apple, казалось бы, Стив Джобс, там, чудесные гольфики, отличные айфончики. Беда в том, что HTML в редакции не работает в айфоне. Да, они ее решат, я уверен, при чем достаточно скоро. Но вообще, Apple славится вот этой своей скажем так, своим нежеланием идти в струе с остальными, с остальными разработчиками, с остальными вендорами. Ну, на моей памяти я вот привожу пример всегда с замечательной спецификацией WebRTC. Возможность устроить себе Skype конференцию прямо в браузере. Потоковая передача видео, аудио средствами браузера. Чудесные возможности открывает, просто чудесные. Но Apple долгое время делала покерфейс и говорила, что? WebRTC? Не знаю, ну нет. В конечном итоге это приводит к тому, что даже Microsoft уже начинает все поддерживать. Да, может быть, немножко по-своему. Ну и что? Это же Microsoft, ему можно простить. Вот. А эти ребята нет. Но ничего. Мы говорим об HTML-валидации, она будет поддержана на iPhone, вопрос лишь времени. Что же делать? Делать, на мой взгляд, следующее. Использовать, где возможно. Если вы это заюзаете в игре, я буду только рад. Дублировать на сервере. То, о чем мы говорили. Не думайте, что пользователи умные и не думайте, что взломщики глупые. Все всегда наоборот. Если вы не предусмотрели валидацию в том месте, где ее можно обойти, ее обязательно обойдут. Искать полифилы. Штука интересная. Спецификация описана хорошо. Всем очень интересно. Существуют полифилы, существуют некие JS-файлы, которые частично используют, возможно, предоставляемые браузером, частично реализуют их на JavaScript. Такие библиотеки называются полифилами и служат той простой цели, что унифицируют работу в разных браузерах и позволяют нам пользоваться какими-то фичами даже там, где они не поддерживаются совершенно. Ну, поспрашивал сегодня у коллег, все говорят, ну нет, ни одного хорошего нет. Ну, так вот, чтобы везде, свободно и в продакшен, на любом проекте. Поэтому следующий мой вам совет писать полифилы. Кто разберется и напишет, заслужит уважение коллег и сообщества. Ну, и последний пункт, JavaScript. Клиентская валидация, это не секрет. На JavaScript написано безумное количество JQuery плагинов для валидации. Они все какие-то неудобные, на мой взгляд. Но их использование вполне допустимо. Особенно на этапе стартапа, молодого проекта, когда действительно важно реализовать что-то быстро, действительно важно, не имея широких возможностей потестировать, не имея достойного отдела качества, убедиться в том, что вы пишете кроссбраузерный код, вот тогда JavaScript в вашем распоряжении и готовые решения в вашем распоряжении. Есть очень мощные штуки, есть так называемые формовые движки. Я хотел вам рассказать об архитектуре, по крайней мере, одного из них, в разработке которого я принимал участие. Нужны они для чего? Нужны они для того, что вот мы все рассматривали, формочки, формочки, все очень просто. Все действительно очень просто, пока формочки выглядят так, как на наших сегодняшних демках. Когда приходит дизайнер и говорит, хочу радиобаттоны, как в Safari на MacBook. Ты ему говоришь, ну не вопрос, купи MacBook, открой Safari, там будут радиобаттоны. Он говорит, нет, ты не понял, я хочу их в E8. Ты говоришь, а, в E8? И вот тут начинается проблема. В старых и не очень старых браузерах кастомизация, то есть применение своих пользовательских стилей к элементам формы задача не из простых. Если с импутом и текстелем еще все хорошо, то кастомизировать радиобаттоны или чекбокс очень сложно. Для этого мы же верстальщики. Мы верстаем элемент интерфейса дивами, спанами, картинками, как угодно, а всю логику работы с ним описываем на JavaScript. И да, можно, конечно, писать вереницу кода on, клик, чекбокс, сет, value, true, в таком духе. Можно использовать некие библиотеки, фреймворки, которые, а, будут реализовывать стандартное поведение браузера, кликнули по чекбоксу, поставили галочку. А дальше интереснее. Табом прокликали до нужного чекбокса, нажали пробел, галочка снялась. Все это реализовать на JavaScript можно, кросс-браузерно можно, но не сказать, что очень-то просто. Для этих целей делаются фреймворки. Они, во-первых, реализуют вот эту вот кастомную дизайнерскую блажь, я бы сказал, а, во-вторых, обеспечивают удобную валидацию. Во многих из них частично используется возможность HTML5. Какие, например? Хороший пример с паттерном. Вы задаете регулярку, по которой проверяете валидность поля в HTML. И всегда видите, вот мое поле, вот регулярка, под которой должно подходить значение, введенное в это поле. Но работаете с этой регуляркой из JavaScript. Берете значение атрибута, создаете из него regExp и проверяете введенные данные. Но, видимо, подробнее о вот этой JavaScript-овой всей истории я расскажу уже вашим коллегам в следующем семестре. Ну что ж, если коротко, по JavaScript-у, по HTML5 валидации. Со HTML5 вы ничего не сделаете, вот как браузер будет вам проверять эти значения, так и будет. С JavaScript-ом когда можно проверять? Во время ввода, так называемая онлайн-валидация, очень хорошо для пользователя, им прям нравится. Ты вводишь логин в почте mail.ru, а тебе сразу говорят, вот он занят или нет. Если занят, то предлагает вариант. Это удобно. Перед вводом онфокус. Поставили фокус. Здесь даже скорее не валидация, а некий хинт. И выбрасываете да, что нужно ввести, а главное, или зачем. Вот, например, хороший пример с именем и фамилией, типа, зачем вам именем и фамилия? Можно выбросить хинт. Мы поздравим вас с днем рождения. Там еще дата снизу, пожалуйста, не забудьте. Вот, по окончании ввода, ну понятно, именно на эту штуку хорошо бы уже показывать ошибку, подсвечивать красненьким, что что-то пошло не так, и перед отправкой формы. Здесь помогаем нашим сервер-сайт коллегам. Как можно или нельзя выводить сообщение об ошибке? Ну, ребят, это советы. Вот то, как хотелось бы, чтобы работала ваша форма. Помните, я в начале лекции сказал, что часть UX-решений в состоянии принять сам фронтендер? Вот это, некоторые из этих решений относятся к этой категории. Если вы в процессе разработки формы обрабатываете какую-то ошибку, поставьте фокус в поле с этой ошибкой. Будет удобно. Что-то пошло не так, я попробовал сабмитность, у меня фокус перешел на поле, поле подсвечено красным. И я изменил введенные в него данные, нажал Enter, форма отправилась. Поясняющие текстовые блокировки кнопки. Вот блокировки кнопки интересны. Очень часто коллеги с бэкэнда, ну, скажем так, не торопятся никуда. И отправка формы занимает какое-то время. Понятно, что при отправке осуществляется HTTP-запрос, на той стороне выполняется какой-то скрипт, и все это может занимать какое-то время. Например, там, поход в базу для SQL-инъекции. Она же не быстро выполнится-то, да? Вот. В это время браузер висит и ждет, запрос идет. Вот блокируйте форму на это время. Блокируйте кнопку, можете поднимать какую-то занавеску, там, полупрозрачную, фейт. Ну, в общем, давайте пользователю понять о том, что да, мы поняли, что ты от нас хочешь. Вопрос лишь в том, что нам для этого надо чуточку больше времени. Почему так? Потому что ошибка двойного клика это прям притча в языцах. Ну, первое, что делает грамотный тестировщик при получении новой задачи по форме, кликает два раза. Очень многие пользователи вспоминают Windows, как открыть мой компьютер, кликнуть два раза, как отправить форму, кликнуть два раза, отправить два раза, да запросто. Вот. Лучше всего защищаться от двойной отправки на клиенте, потому что это проблема не безопасности, а, скажем так, проблема UX. Перерыв, да? Да. Так, следуем заявленному плану, попробуем пообщаться про то, собственно, как нам подружиться с серверсайдерами, как использовать форму по ее прямому назначению. По дефолту уже много-много лет браузер при отправке формы осуществляет HTTP запрос. По сути, у нас не так много вариантов. Как нам засобменить форму средствами HTML? Первый, хорошо известный, сабменить форму с рендером новой страницы. У нас есть демка, вы можете ее посмотреть. Я думаю, я ее посмотрю тоже. Отлично. У нас есть форма, мы ввели какие-то данные, нажали отправить, страничка моргнула, сервер обработал, вернул нам новую страничку с результатом обработки этих данных. Какие здесь есть явные проблемы? Кто из вас может сказать, что вот это плохо потому, перезагружается страница, в конце концов, мы тоже немножко программисты, хоть и верстаем. Это неудобно. Это значит, что перезагрузили страницу, это заново инициализирует весь JavaScript. Понимай, в каком состоянии тебе прилетела эта страница. Господи, что тогда сервер еще на рендере. Это проблема. Загружая заново всю страницу, мы заставляем сервер не только обработать результат нашего действия, но и заново выстроить нам HTML, вернуть данные, сходить в базу или в кэш, не суть. Не так важно. Важно то, что мы от него заново просим всю страницу целиком, а по сути нам нужен только ответ на какой-то вопрос. Ну, условно говоря, зарегистрировались вы в почте mail.ru или нет? И больше ничего не надо. Слава богу, на дворе уже не 99-й год, у нас есть масса других вариантов, кроме как сабмитить форму в то же окно. Ну, собственно, я думаю, не надо объяснять, что вот этот вариант сабмитом формы, это когда вы ничего не делаете, просто создаете форму, нажимаете отправить. Есть небольшое ответвление. Можно сабмитнуть форму в новое окно. То есть это вы оставляете, а результат действия с данными сервера отображаете в новом окне. Для этого у формы создается новый атрибут, который называется target. У него записываете нижнее подчеркивание бланк, точно так же, как у ссылки. и результат действия будет открыт в новом табе или новом окошке, зависит от браузера. Ну, во всех современных это, естественно, таб. Ну, не могу сказать, что пользователи ждут от вас создания новых вкладок. Скажем откровенно, они от вас этого совершенно не ждут. Но эта возможность подводит нас к интересному варианту. мы можем указать явно в какое же окно верни нам результаты действия сервера. И это окно не обязательно будет новой вкладкой. Это окно может находиться на текущей странице. Хорошо известный всем разработчикам предыдущего, скажем так, поколения элемент iFrame. iFrame – это… считайте, что это новая вкладка, но находящаяся на вашей странице. У iFrame может быть свой URL, на который может быть загружена своя страничка. Он может быть невидимый. Итого, вы на одной странице осуществляете отображение неких двух разных состояний, вплоть до того, что двух разных серверов, двух разных доменов. У этого iFrame можно указать идентификатор с помощью ID, а точнее и ID, и name. Некий любой уникальный идентификатор. И вот значение этого идентификатора записать в атрибут таргета у формы. И тогда при отправке формы результат данных будет отрендерен в этом iFrame. Так, ну что ж, откроем демку и попробуем. Скрытый в кавычках. Почему? Потому что, ну, используя этот способ, iFrame действительно необходимо скрывать. Банально с помощью CSS, display none. результат обработки данных это то, что будет возвращено уже не непосредственно при перезагрузке страницы, а с помощью javascript. В чем состоит суть метода? У нас iFrame находится на том же домене, что и основная страница. Соответственно, javascript, загруженный внутрь этого фрейма, может получить доступ к скупу своего родителя, нашей основной страницы. Мы можем перезагружать iFrame извне столько раз, сколько нам необходимо. Можем просто его лилоудить, можем перезагружать его путем отправки данных с помощью сабмита формы. Сервер же пытаемся обучить тому, чтобы в этот iFrame возвращался все так же HTML, но с разным javascript. Условно говоря, нам нужен тег скрипт, который что-то сделает с родителем. В этом теге скрипт сервер может нарендерить любые данные, которые будут являться результатом обработки формы. Итого, мы получаем формально не перезагружаемую основную страницу, но перезагружаемый, маленький, да еще к тому же и скрытый элемент на ней. Мы получаем полную функциональность AJAX, без AJAX. Чем хорошо? Тем, что поддерживается везде давно и очень хорошо. реализация проста и не требует не требует библиотек сглаживающих проблему кросс-браузерности, как, например, jQuery. И в-третьих, на мой взгляд, логично. Ну вот как бы и все. А, есть четвертая реализация. Есть еще одна особенность, которая очень помогает фронтендерам. Чаще всего вы, как фронтенд-разработчик, не имеете доступа к сервер-сайт-коду. Но у вас есть шаблонизатор, с помощью которого вы можете создавать новые странички, которые будут отренделены на сервере. Так вот, создайте себе новую страничку. Просто учтите, что она будет загружаться в iFrame. И в этой страничке пишите любой JS, который хотите. Итого, вы можете организовать отправку данных на сервер, обработку там этих данных, каким-либо образом, ну, почти без использования сервера-сайт-программистов. По сути, это сделано здесь. Вот это вот все хостится на GitHub. GitHub не умеет ничего, кроме как раздавать статику, а сабмит формы работает. Да, безусловно, действие серверное, ну, мягко говоря, не блещет. Вот, каким-то разнообразием, но так или иначе работает. Я действительно сабмитнул эту форму в новом окне у меня появился какой-то HTML, внутри которого есть скрипт. В этом скрипте я пытаюсь получить доступ или получаю его к контексту своего родителя, parent window, и вызываю в нем какую-то заранее определенную функцию. Функции, объявленные глобально, появляются в наиспейсе Windows. Соответственно, это просто переменные, в которые записана функция, которую можно вызвать, а в параметры, которые можно передать данные, уже обработанные на сервере. И всем этим, ну, соответственно, моя функция диспетчер, все, что делает, это в div, результат обработки данных, выводит эти данные. Я возвращаю пользователю результат обработки, типа, да, ты зарегистрирован, или нет, ты не зарегистрирован. Практика действительно распространенная и удобная тем, что решает, отчасти решает проблему с кроссдоменными запросами. Например, не очень хочется гонять по HTTP, то есть без шифрования личные данные пользователя. Вам необходимо сделать возможность регистрации или авторизации пользователя по HTTPS, но ваши админы говорят, что весь сайт на HTTPS инфраструктура не вытянет. И да, вы можете сделать несколько эндпоинтов, но будьте добры, основную статику раздавайте по HTTPS, никакого шифрования у нас нет бюджетов. Вы говорите, нет проблем, сабмитите в iFrame, указывая домен HTTPS, ну и дальше, как скажут бэкэндеры, и все работает. В случае с AJAX были бы проблемы, формально это разные домены, соответственно, надо заморачиваться с кроссдоменными запросами. Ну, одним словом, мне способ нравится. Вот. Ну и третий, самый современный, самый интересный, естественно, наиболее, так сказать, гибкий способ, это реализовать передачу данных на сервер с помощью технологии AJAX. Что такое AJAX, вам расскажут попозже, расскажет, скорее всего, Ваня, мой коллега, с подробностями, как им пользоваться. Сейчас мы скажем просто. это возможность, которую предоставляют браузеры для совершения запроса без перезагрузки всей страницы. И никаких форм не надо, никакой HTML не надо, это просто JavaScript, API. Мне нужен запрос, браузер его для меня сделает. Вернет данные, даст мне доступ к этим данным, естественно, с ограничениями. Самое явное ограничение – это кроссдоменность. Вот то, о чем я только что говорил. Запрос на другой домен без ухищлений сделать нельзя. Одно из ухищлений только что прозвучало, не прозвучало, было видно на экране. В чем нюанс? Нюанс в том, что теперь мы вообще никак не привязаны к HTML. Ради бога, вы можете сверстать просто все дивами, заставить пользователя заполнять текст в этих дивов, указав такую возможность с помощью еще одной API-шки HTML5. После этого пройтись, я вас криптом по этим дивам, выбрать из них измененно пользователями контент, сформировать из этого какой-то JSON и отправить на сервер. И все, никакой формы. Пользователь видит и не понимает разницы, для него как была старая форма регистрации в Mail.ru так и остается. Он же привык, конверсия же высокая. А мы вот так вот заморачиваемся, нам форма больше не нужна. Но практика такова, что до сих пор используются формы. Да, они больше не осуществляют сами по себе запросов на сервер, но они используются для заполнения. Вот мы привели пример. Форма написания письма больше не форма. Нет, на самом деле это форма. Все почему? Потому что все библиотеки, ну, многие библиотеки, в том числе наши любимые jQuery, умеют с этими формами жить. Форма — это набор элементов ключ-значение, ключ-значение, в ключах имена, в значениях, соответственно, данные пользователя. В один единственный метод jQuery мы можем форму превратить в некий объект с данными. Процесс называется сериализация, и метод, соответственно, serialize. Эти данные для нас, как для JavaScript-программистов, представлены в виде JavaScript-объекта. Все, что необходимо сделать, это из этого объекта собрать строку, следуя определенным правилам. Правило называется JSON, JavaScript Object Notation. Про это вы либо уже знаете, либо обязательно узнаете. эту строку передать на сервер. Сервер ее там распарсит, вернет какие-то данные. Хорошо, если в том же JSON, будем ему за это благодарны. Никто не запрещает воспользоваться XML, никто не запрещает передавать строки. Но современная практика говорит о том, что JSON и только JSON. А сейчас, наверное, надо рассказать про JSON-P. Это не совсем имеет отношение к отправке формы, но имеет отношение к роздоменным запросам. Допустим, мы сериализовали с помощью JavaScript нашу форму, то есть выдрали из нее данные и готовы сделать запрос. Но, как мы сейчас говорили, на другой домен просто так сделать нельзя. На самом деле, можно. С помощью технологии, которая называется JSON-P. Браузер позволяет нам создавать теги скрипт и в этих тегах скрипт в SRC указывать адрес любого домена. Скрипт оттуда будет загружен и выполнен. Соответственно, все, что нам необходимо сделать, это наши данные сериализовать с использованием URL-энкодинга. Подставить их в URL загружаемого скрипта, а сервер на другой стороне при обращении по этому URL научить отдавать данные в формате удобоваримого JavaScript. По сути, обернуть их в некую функцию и сразу же ее и вызвать. распространен подход, при котором при обращении к JSON-P endpoint одним из параметров указывается имя функции. Я верстальщик, я указываю, что функция будет называться myFunction и я знаю, что на этот момент в глобальном скоупе моей страницы объявлена функция с именем myFunction. Поэтому, когда мне возвращается скрипт, я подставляю его в тег скрипт, он тут же выполняется на этой странице, находит эту функцию и выполняет ее. Аргументами функции, как и в случае с iframe будет результат обработки данных. Вот в чем идея JSON-P. То есть, это возможность сделать кроссдоменные get-запросы с помощью тега скрипт и возможность моментально возвращать на страницу результат с помощью выполнения тела скрипта, возвращаемого в этом теге. Это есть на словах. На практике это все реализовано во множестве библиотек, в том числе и в jQuery. $.getScript или $.iax с, кажется, TypeScript, если не ошибаюсь. Не суть важна. Все это в документации есть. И все это автоматизировано, сделано, указано. Вплоть до того, что jQuery Своил сама поддерживает процесс создания обработчика и указания имени этого обработчика. Мы, если будет интересно, посмотрим в доке, я покажу, как. Ну, вот такой вот jQuery он аякс вот с такими ограничениями. Да, очень гибко, очень удобно, работаешь только с данными, не нагружаешь сервер. В принципе, давным-давно решен вопрос о реализации данных формы, но проблемы с кросс-доменностью, ну, как бы они не проблемы. Зачем тебе на другой сервер, на другой доме делать запросы? Вот он пример аякс отправки формы с помощью библиотеки jQuery. Стоит ли здесь что-то объяснять? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, стоит. Когда вы пользуетесь аяксом, не забывайте запрещать нативную, не забывайте запрещать нативный submit формы. Делается это с помощью инструкции, указанной на строчке 2, event, prevent default. В случае, если эта функция выполняется как обработчик события submit, никакого submit не произойдет. А ваш запрос – да. Есть еще один интересный способ вернуть данные из iFrame, про который в лекции не говорится, но про который написано в тексте на фронт, на фронтен техмейл. Хотелось бы, чтобы вы попробовали, разобрались и продемонстрировали. Опять же, все тот же HTML5 – это способ, связанный с так называемой спецификацией post-message. Вместо того, чтобы стучаться к родительскому контексту и искать там какие-то функции, можно отправить сообщение. Два фрейма на одной странице могут обмениваться друг с другом с помощью сообщения. Спецификация называется post-message, не совсем относится к теме текущей лекции, поэтому упомянем, что она есть, она удобная, она классная, в лекции, в текстовке написано, сейчас говорить не будем. По написанию вот этих обработчиков без перезагрузки страницы, по написанию клиентских обработчиков есть несколько рекомендаций. Во-первых, не забывайте обрабатывать ошибки, не забывайте, что не всегда сервер возвращает 200 ок. зачастую ответ может быть совершенно другим. Проверяйте в первую очередь корректность выполнения запроса. Информируйте пользователя об ошибках. Ваши коллеги на сервер-сайде тоже предусмотрели валидацию, ну, хочется в это верить. Будьте добры, предусмотрите вывод как своих ошибок валидации, так и чужих, соответственно, сервер-сайдных. Защищайте форму от многократной отправки. То, о чем я говорил, блокируйте кнопочку сабмита, блокируйте всю форму целиком при отправке, разблокируйте после получения удовлетворяющего вас ответа. Предусматривайте прелоудер, ну, тоже частый кейс, потому что формы тормозят, ну, в принципе, веб умеет тормозить из-за скорости интернета, из-за скорости обработки на сервере. Все это крайне негативно сказывается на UX, это одна из тех UX особенностей, которые, условно говоря, находятся в нашей юрисдикции. Не забывайте останавливать стандартное поведение. Event, prevent, default как можно выше. Ну, что ж, значит, у нас есть вот пятый пункт, четвертый пункт, HTML5, там страничка со всевозможными типами инпутов. Если я правильно понимаю, у нас осталось немножко времени, да, по всему, вы на нее посмотрите, там прикольно. Например, color picker. Сейчас есть инпут, с помощью которого можно выбирать цвет. Или дата, время, телефон, e-mail, input поиска. Все это классно и наверняка пригодится вам при разработке вашего проекта. А вот в оставшиеся 10 минут хотел рассказать о практических и реализуемых с точки зрения фронтендера вопросах по безопасности форм. Во-первых, кросс, доменные атаки, CSRF, CSRF атаки. Вашу форму, скорее всего, попытается соблюдать злоумышленник. Почему? Потому что нужны регистрации. Ну, если вы почта mail.ru, то вашу форму 100% попытается соблюдать злоумышленник. Первое, чем можно и нужно испортить ему жизнь, запретите сабмит этой формы без ее загрузки. Тот серверный endpoint, на который смотрит ваша форма, не должен сработать, если пользователь не увидел вашу верстку. Это значит, что к нему стучится кто-то чужой. Что для этого делается? Для этого в форму добавляется скрытый input, в него пишется некий хэш. Этот хэш генерится при каждом обновлении страницы, этот хэш подмешивается к передаваемым данным. Сервер должен убедиться, что хэш передан. Да, CSRF. Если хэша нет или он не подходит, действия различные, это решают безопасники. Можно ошибку вернуть, а можно наоборот сказать 200. Окей, ничего не делать. Зачем злоумышленникам знать о том, что мы разгадали их коварный план? CSRF хорошо, но помогает только банального брутфорса найти URL и начать по нему стучаться, сыпать в него какими-то данными. Как защититься от спамерских регистраций? Есть мой любимый прям, ну и на мой взгляд, очень рабочий способ, очень простой в реализации. Называется Honeypot, да, вот, медовая лужица, медовая пятнышка. Идея в чем? Приходит такой робот, видит, форма регистрации на Mail.ru, зарегаю-ка я себе там сто пятьсот миллионов ящиков и буду с них спам рассылать. Окей, и робот знает, что да, товарищи предусмотрели CSRF, мне каждый раз надо загружать страницу, но есть одна проблема, робот не браузер, не человек, он не видит то, что получается, он видит HTML-код. Соответственно, вы средствами CSS прячете один из инпутов, при этом называете его очень, привлекательный для робота, назовите его e-mail или name или там юзернейм, так, чтобы казалось, что заполнить этот инпут критически необходимо, поставьте ему required, но при этом спрячьте его, так, чтобы пользователь его глазами не видел, а вот робот видел, и, соответственно, при сабмите, если инпут заполнен, значит, все плохо, значит, отправил, скорее всего, робот, а если не заполнен, значит, все хорошо, отправил человек, в свое время вот своими глазами видел, как это очень простое правило в один ив в серверном коде, ну, избавило форму отклика на резюме, отклика на вакансию от, ну, вот, 90 с лишним процентов спама, то есть, вот они сыпались просто непрекращающимся потоком в ящик, вот эти сабмиты непонятные, а после добавления хорнипод, соответственно, они прекратились, что почитать, что почитать, ну, мы говорили про этот пункт на первом занятии? В общем, у каждой лекции в конце есть что почитать, что посмотреть, на сим, наверное, все. субтитры создавал DimaTorzok